Сейчас на горизонте пусто, но именно здесь быть городу. Полторы тысячи гектаров земли – непаханное поле для развития краевой столицы. Краснодар уже взял курс на расширение именно здесь, в его северо-восточной части. 980 гектаров этой территории уже переданы в муниципальную собственность. Мэрия подготовила концепцию развития территории. Здесь будут не только жилые комплексы, но и медицинский кластер, социальные объекты, собственные парки со скверами – идеальное место для комплексной застройки. Мы здесь не спальный район Краснодара строим. Это практически может быть уже такой современный административный центр, в том числе уже внутри Краснодара. Поэтому давайте исходить из того, что здесь не только количество жильцов, но и административных зданий, то есть социальных объектов должно поместиться. И все должно быть комфортно и гармонично завязано на городскую среду. А мы начинаем сразу же с количества квадратных метров. Давайте лучше начнем со скверов, с парков, давайте с детских садов, с поликлиник. Приоритет при планировке этой территории – комфортная среда. Вот сколько у нас на эту территорию парков, сколько скверов, сколько поликлиник, сколько детских садов. И какой шириной у нас будут проспекты и бульвары. Давайте начнем с этого, с главного для жизни – комфорта. Ну и второй момент. Мы прекрасно видим М4ДОН. Это дорога, по которой поедут автотуристы, люди, которые едут своим транспортом к нам отдыхать. И они тоже будут видеть прекрасно то, что мы здесь настроим. Поэтому тем более, если уж они будут проезжать мимо Краснодара, я же должен сказать, ничего себе какой-то этот город, Краснодар. Даже к столице нашего края. Губернатору показывают, как будет формироваться новый микрорайон. Он расположится вблизи поселков Знаменский и Новознаменский. Есть еще и промышленный кластер, который мы здесь же предусмотрели. Это вот идея строительства ТЭЦ для этого микрорайона, для того, чтобы мы его полностью обеспечили теплоэлектроснабжением. Планы действительно глобальные, на десятилетия. По сути, это город в городе. Огромная территория, предварительный расчет, она должна вместить почти 200 тысяч населения. Это по нашим планам должна быть самая современная застройка. Не в смысле этажности, как раз с этажностью нужно будет поосторожничать, а в смысле комфорта и комплексности. Поскольку здесь предусмотрено размещение расчетного количества школ, детских садов, поликлиник. По предварительным расчетам, на такое количество жителей необходимо построить 68 детских садов и 25 школ. Уже на совещании докладывает мэр Краснодара. Земли для этого хватает. Отдельные участки будут резервировать под социальные объекты. А четверть территории всего нового микрорайона отведут под зоны рекреации. Все проекты, концепции, планы обязательно представят на общественные слушания. 25% территории – это будет территория общего пользования, территория озеленения. То есть это те нормативы, которые утверждены у нас непосредственно правилами землепользования и застройки. В результате развития северо-восточной части Краснодара должен получиться своеобразный городской кампус, когда внутри на одной территории находится вся необходимая для жизни инфраструктура. В пределах будущего микрорайона люди смогут и работать, и отдыхать. Это и есть новые строительные стандарты краевой столицы, которые учитывают ошибки прошлого. Здесь мы должны в целом сегодня определиться по принципам строительства, размещения объектов в новом Краснодаре. Полторы тысячи, которые в земле, еще раз подчеркиваю, это огромная территория, даже массивом не назовешь, огромная территория. Просто землей эта территория предоставляться не будет никому. То есть конкретно заданные параметры, архитектурные формы, то, что мы хотим, чтобы было построено в этом новом городе. А не так, что землю раздали, а потом кто на что горастет. Все, так больше не будет. Для этого мы с вами сегодня здесь и есть, чтобы задать те градостроительные нормы, градостроительные правила, архитектурные формы, концепция, которая будет реализована уже застройщиками. Но это будет наша концепция. Это концепция, которую одобрят жители Краснодара. Мы должны передавать заданными уже параметрами, которые должны быть неукоснительными для выполнения. Неважно, кто это будет, ведомственные министерства, либо застройщики. Обшая стилистика должна быть одна. Давайте покажем, что мы можем сегодняшний много Краснодара сделать таким величеством. Одним из самых масштабных проектов по освоению территории станет медицинский кластер. На участке в 58 гектаров, а это примерно 80 футбольных полей, расположится сразу несколько современнейших лечебных учреждений. Не исключено, что рядом с ними построят и жилье для врачей, которые станут там работать. Глобальная перестройка ждет и транспортную систему. Такой огромный микрорайон с медицинским кластером обязан справляться с автомобильным трафиком. Уже разработана концепция транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского с выходом на трассу М4 Дон. Вениамин Кондратьев попросил обязательно учитывать в проекте развитие города в долгосрочной перспективе. Вы говорили про транспортную инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру, в целом, как вы его назвали, транспортный каркас нового города. Давайте его делать с запасом прочности. С запасом прочности. Потому что, я думаю, что если он будет комфортным микрорайоном, он будет максимально пользоваться популярностью. И дальше он будет расширяться уже. Еще раз подчеркну, много там рядом земельных массивов. Поэтому, чтобы наш проспект и через 50 лет не образовал одну большую пробку для тех, кто хочет по нему проехать. То есть, он запас прочности. Мы должны сразу закладывать на лет 50 вперед. С учетом того, что, конечно, город будет разрастаться, расти. И это естественный процесс. Мегаполис. Сегодня из 8 объектов по 6 уже ведется проектирование. К октябре месяца текущего года мы закончим проектирование. Я думаю, что до конца года получим положительное заключение экспертизы. По двум оставшимся, я думаю, что в конце года мы уже приступим к проектированию. Создание всего транспортного коридора вместе со строительством планируем завершить к 2025 году. В проект развития новой территории Краснодара попадут и два поселка, которые находятся неподалеку. Несмотря на то, что там уже есть сформировавшаяся застройка, единая концепция будет учитывать в том числе новую инфраструктуру. Посмотрите, они практически рядом. Новознаменский, Знаменский с новым нашим городом. Поэтому давайте в концепции общей рассматривать, в том числе и эти районы. Сегодня нужно попытаться все-таки интегрировать и Знаменский, и Новознаменский уже в новый город. Потому что там тоже должны появиться детские сады и школы. Мы об этом говорили. Объекты социально-культурного назначения. Ну и, конечно, тротуары с дорогами, нормальными дорогами. Поэтому давайте сразу изначально смотреть как общую концепцию. И транспортная логистика должна быть общая, и инфраструктурная логистика должна быть общая. Такое масштабное территориальное развитие Краснодара, пожалуй, можно сравнить с концом 80-х годов прошлого века, когда начинал застраиваться юбилейный микрорайон города. Сейчас во главе угла стоит гармоничное и грамотное общественное пространство. Ведь комфорт жителей – основная цель городской среды обитания. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.